Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе, сегодня мы изготовим нимфу, которая работает также круглый год, но будет актуальна зимой. Я взял обыкновенный крючок 16 номер нимфовый, огрузил его свинцом и закрепил глазки, которые я изготовил из лески. Для изготовления тела мы будем использовать нашу нить, которая должна быть или черной, или коричневой, или, как в моем варианте, фиолетовая. И сегментировать с вами будем тело. Вот у меня имеется вот такая флуоресцентная леска, ой, нитка, меланж. Сама по себе тянется, но, однако же, она по толщине мне очень подходит. Давайте приступим к изготовлению. Нанесем совсем немножечко клея на место крепления хвостика и других элементов. Если будет у вас желание, можете огрузить ее еще несколько больше. В данном варианте, я считаю, вполне достаточно. Подводим до места крепления нашего хвостика. В качестве хвостик у нас достаточно должен быть такой пышненький. Вот у меня имеется по остаткам вот такое немножко непонятное перо. Оно вроде бы и пуховое, в то же время не пуховое, но флуоресцентное. Поэтому желательно использовать материалы, которые будут вызывающими для рыбы. Длина нашего хвостика должна равняться длине нашей грудки. Подбираем сразу, так чтобы не было лишнего материала. Подрезаем необходимое количество, чтобы все элементы у нас закрепились до свинца. И притяжной петлей подхватываем наш хвостик. Вот так будет вполне достаточно. Годится. Теперь в качестве сегментирования я буду использовать, как обычно, вот обыкновенный такой у меня кусочек есть люрекса. Заменить его можно будет юнифлос. Если имеется у вас другой какой-либо голографический материал, используйте его. Закрепили. И теперь крепим наше тело. Мы будем делать, как я уже говорил, выполнять тигровую окраску. Эту нить мы также должны закрепить с вами, чтобы она у нас не выходила за пределы свинца. Подтягиваем, подравниваем нашу длину. Вполне достаточно. Подводим к хвостику. И уже от хвостика убираем все элементы. Должны с вами создать коническое тело до окончания свинца. Изготовили ниткой вот такое коническое тело. У глазиков я закрепил кусочек полиэтилена, который слегка с внутренней стороны подкрасил коричневым фломастером. Можете черным, это несущественно. И теперь нам необходимо, вот нитка, которая наша флуоресцентная зеленого цвета, должны вот так руками скрутить ее в жгутик, чтобы она у нас была как небольшой канатик. И аккуратно стараемся соблюдать, не отпускаем нашу нить, подкручиваем регулярно. Выполним вот так по телу сегментацию. Следим за тем, чтобы наши обороты были равными. Доходим приблизительно до крепления нашей грудки. Здесь мы можем выполнить пару полных оборотов. И закрепить уже той нитью, которую мы мотали тело. Остатки удаляем. Совсем-совсем немножко нанесем лака на тело. Потом в дальнейшем вы пропитаете более существенно нашу нимфочку. Вот так. Совсем-совсем немножко. Следим за тем, чтобы у нас не было бугров. И теперь берем наш люрекс. И как обычно, я уже неоднократно это выполняли с вами, стараемся нашим люрексом попасть в промежутки между желтым и черным. Доходим до грудки и выполняем полный оборот. Удаляем остатки и ждем, пока наш клей-лак подсохнет. Тело наше немножко подсохло. Теперь нам остается изготовить грудку с лапками. И так, как вы просили, изготовить самый-самый такой простой вариант, какой только лишь возможен. Поэтому я беру обыкновенный клей-карандаш, слегка промазываю нитку и беру вот тот подшерсток, который остается у нас при изготовлении стримеров с песца. Можно взять кролика, можно взять мех наших домашних животных. Это как вы уже для себя решите. Можно взять с набора. Учитывая то, что в большей степени она будет работать у нас зимой, поэтому вода у нас достаточно прозрачная, я изготавливаю ее вот в таком одном стиле, чтобы она была у меня достаточно темная. И теперь, как вы просили, я беру, слегка оттягиваю мою пленку, делаю оборот заглазками. Это один вариант, как мы с вами будем изготавливать. А потом уже будем формировать грудку. То есть для себя выберите вариант изготовления, как вам будет удобно. То есть в данный момент мы хорошо обозначили нашу голову с глазами. И, учитывая то, что все равно еще маловато, я добавлю еще немножко даббинга. Вот так, я думаю, будет достаточно. И теперь пленочку тоже вот так подравниваем слегка в натяжечку. Прихватываем за грудкой. Подхватили. Можно отрезать уже все. Можно дальше ничего нам не городить. Но я покажу вам один из вариантов, как можно еще немножко приукрасить нашу скудную нимфочку. Промазываем клеем. Нитку закрепим. Наш материал. Пару оборотов вполне будет достаточно. Удаляем нить. И теперь обычно я беру слегка вот так, складываю в пленку и отрезаю вот так немножечко, как бы на косую. У меня сразу образуется вырез нашего чехлика. Как вы видите. Сразу вот тут он у нас образовался. И теперь я возьму черный фломастер, подкрашу немножко наш чехлик. И у нас вышла хорошо обозначена и грудка, и глазки наши. Достаточно симпатичная нимфа. Остается только с вами закрасить хорошо глазки и слегка подчесать лапки. Обычно я для этого использую немножко специальный инструмент, но учитывая то, что у вас его может не быть, обыкновенно берем иглу и совсем-совсем вот так немножко, сколько нам позволит наш даббинг. Надергаем. Импровизированные наши лапки сделаем. Вот так. Как вы видите, достаточно простая в изготовлении. Минимум материалов. И в то же время для зимней рыбалки будет в светлой воде работать очень хорошо. Пробуйте с расцветками, пробуйте с телом, как вам будет удобно. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...